Любитель любой, даже не еле во дворе обыграет меня в футбол, или я обыграю Федерера в теннис, или я обгоню Фелпса, это просто за гранью бреда, конец, она нас с руки перекидывает в руку, то есть король ночи такой, а? Ты так можно? И вот 12 толководцев, услышав ветер, даже не поняли, что произошло, девочек пробежали, это позорище, это позорище. Пределяешь эту точку зрения? Нет, сезон смазанный, конечно, согласен. Да нет, ну скажи, хорошо, у меня есть друзья, которые там занимают, даже военная подготовка, как можно отправить конницу без поддержки кого-то, просто вот в темноту конницу свою этих отправили, а где поддержка пехоты, ну это очень бред, то есть с любой стратегической даже военной положением, ну это просто на вас идут ходоки, ну мертвые, великаны, и просто не охраняют, просто по прямую побежали, и обратно, когда рыцарь, этот мормон, или думка. Один гад, ну это идиот. А ты можешь объяснить, в чем популярность этого сериала? Я знаю, всем зашло то, что это такой необычный сериал, то есть сколько героев было убито в течение всего сериала, то есть сразу начинается там Старк, да, все думают, что он главный там персонаж, бам, его убили, то есть красочный, очень-очень-очень интересные там диалоги, то есть самый мир построен, что там ни за кого не держатся, могут любить любого в любой момент. То есть все переворачивается там, сегодня был подон, как завтра ты уже наоборот за добро там, то есть, и вот так люди меняются, то есть образы меняются, сегодня ты был положительный, завтра ты просто самая главная гнида, и так все наоборот, то есть, и таких там просто сплошь и рядом. Люди, которые там казались самые там конченые злодеи, то есть уже все, уже, то есть и уже их не считали, они в итоге наоборот показывали себя с той стороны, что действительно у них есть определенные стержни, есть определенное свое мировоззрение, то есть и они меняются. И наоборот, то есть это, это мне кажется прикольно. В этом именно стечение, ну вот возьмем этого, лучший Ланнистер, как его зовут? Джеймс, Джеймс, Джеймс Ланнистер, да. Ну, самая конченая гнида считает, цель убийца, то есть ну подонок ублюдок, его ненавидят вообще всем королевствам. А в итоге по устечению действительно он меняется. Он хоть и любит свою сестру, и там продолжает с ней спать, и там все, все ради нее готов, но он делает поступки, теряет руку, становится из лучшего бойца всех семи королевств, превращается, считай, там, да, ну что это не в калеку, с которым начинает издеваться, там, вот, то есть бросать вызов, его боялись все. И он становится таким вот реально хорошим человеком, он осознает все свои ошибки, все свои простудки, он искренне их в себе переносит, он осознает, и он пытается исправиться в течение всего, да, и с подонка, которого думаешь, блядь, ненавидишь его, ты реально за него переживаешь, и за него прям, то есть расстраиваешься, то есть это круто, это реально. Подожди, а популярность, почему больше? Что в нем такое? 8 сезонов, да? Это 8 лет. Тебе сколько лет было, когда он начинает? Ну, 22 получается. Ну, я, честно говоря, я не разделяю такого прям, то есть он не номер один в моем топе, то есть я не разделяю такого прям, как все там, аж до дрожи, то есть я его начал смотреть, мне нравится эта тематика, мне нравятся вот эти на мечах, когда сражаются, то есть по мне это более благородно, то есть сейчас любой может там со спины там выстрелить там или еще что-то, раньше было это благородство, если ты оскорбил там кого-то или про кого-то плохо говоришь, он может вызвать тебя на дуэль, пойдем решим вопрос. Все, разговоры заканчиваются моментально, то есть все болтунов и балаболов исчезают в то время, это невозможно, ты или сильный, или умный, ну, то есть хитрый там еще что-то, даже если ты коварный, то ты все равно знаешь, где открыть свой рот, где не надо его открывать. В нашем мире сейчас любой ботаник может там оскорблять кого хочешь и за это никак не последует, ну вот было ХБ, я к ХБ так отношусь 50 на 50, но там были моменты, когда были ролики, когда бульдога Харламова и Батрудинова обстирает какой-то чудак, они пришли к нему в школу, в класс, открывают, унизили его, он спрыгнул с окна, то есть вот в этом что-то есть, то есть реально, этот мир, то есть мне нравятся такие миры, вот как и «Ведьмак», там грубо говоря, «Викинги» сериал, то есть «Викинги» по мне, «Викинги» сериал. Топ-топ-3 твой, твой, топ-3 сериалов твой? Ох, сейчас хорошо, хорошо, топ-3 сериала. Ну, нет, ну, мы берем, то есть надо какие-то направления брать, то есть есть культовые такие друзья, то есть друзья, что бы ни происходило, друзья для меня будет всегда номер один сериал. Всегда будет номер один сериал. Викинги для меня очень такой сериал. Есть там Доктор Хаус, которым я восхищался. Все сезоны я смотрел, захлеб, и он мне нравится. Хотя я сейчас смотрю сериал Хороший доктор, тоже про аутиста, этого врача. Он мне тоже нравится. Смотрите, какие тематики. Если брать «Игры престолов», викинги для меня выше намного стоят. Не знаю почему, мне больше нравится. Это круто. Команде у вас смотрят эту байду? Многие, да. Мы меньше дискутируем. Мы больше дискутируем, когда фильмы выходят. Ушла «Зеленая книга», например. Я восхищался ей, потому что я смотрел ее три раза в кино. Я наслаждался. Мне прям зашел этот фильм. Я настолько проник с его. Юру Жиркову не понравилось. Я просто неделю в неделю уезжал. Каждый день ему как он. Он второй раз на него пошел. Я второй раз на него пошел смотреть. Как мертвый. Я понимаю, что «Зеленую книгу» я когда посмотрел, мне нужно было всю информацию узнать. Я знаю, что это сделано. В жизни все было по-другому. Он его уволил чуть ли не через неделю. Но сама история, я понимаю, это было красиво, это было круто. Из русских сериалов. Топ одет. Для тебя номер один. Давай, раз, два, три. Сваты. Да. Правда, Сваты. Я очень люблю Федора Добронравова. Это, наверное, один из немногих сериалов, которые я смотрел. То есть, я прям ждал. Я все прям съел. То есть, Сваты, Федор Добронравов, Митя, Митяй, как его актеры. То есть, вообще-то бомбически. То есть, я прям наслаждался. Вообще, люблю Федора Добронравова. И часто через общих знакомых, через Викторович Слуцкого. Всегда ему привет передавал. А не знакомы со Слуцким? А не знакомы со Слуцким. Всегда передал примеру. Он привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой. И прям, ну, прикольно. То есть, Федор Добронравов прям вообще. А он за кого болеет? А я не знаю. Мне кажется, не знаю. За «Зенит»? Может, за «ЦСКА» я не знаю. Не знаю, честно. А что за «ЦСКА»? А почему-то туда Слуцкий постоянно ходит. Туда они все, цисковцы. Ну, Слуцкий сейчас уже не совсем. Ну, тогда был связан с «ЦСКА», да. Я вообще стал в последнее время, не знаю, с возрастом. Но хотя я всегда был сентиментально сейчас стал. То есть, я стал, проживаю. То есть, мне нравится, я улыбляюсь. Как и книжку, например, если я читаю, я прямо ухожу туда. Вот я вот сейчас прочитал уже как-то давно, уже как месяц-два «Шантарам» и продолжение. И то есть, эта книга настолько меня восхитила. То есть, я слышал про нее, ну, специально не хотел. Думаю, все там, все. Думаю, не буду. А тут раз я прочитал ее и прям съел «Шантарам» и вторую часть. Я настолько был восхищен этой книгой. Я реально. «Шантарам». «Шантарам». И вот «Тень горы», по-моему, вторая часть. Это история про… Ну, как он… Про Индию? Про Индию, да. Про то, как человек, то есть, он сидел в тюрьме у себя в Австралии, за грабежи, там, наркотики подсел. То есть, он рассказывает, говорит, что 50% это правда. 50% я немножко там, ну, добавил, чтобы было это интересно. Это самая одна из таких культовых, я думаю, книг в наше время. «Шантарам» и «Тень горы», я советую ее всем. Это прям… То есть, я не поклонник Инди, но поклонник истории жизни. То есть, чем «Игро престол», например. Есть карлик, все время забываем, как его… «Тирион Ланнистер». «Тирион Ланнистер». То есть, он реально, я его обожаю. То есть, я его обожаю. Он, будучи, ну, просто реально… Ну, он карлик, ну, то есть, это так и есть. То есть, его ненавидится семья. И вот у Джимми Ланнистера, даже когда, помнишь, сцена была, когда он пришел спасать своего брата, которому грозила смерть, он пришел, его освободил, понимая, что ему это может казнить его. И он говорит, зачем ты меня освобождаешь? Мы тебя всю жизнь там унижали, там ненавидели. Потому что когда он родился, мать умерла при родах. Потому что у него ромная голова, она не выдержала этого. И его вся семья ненавидела, включая отца. В итоге, он убил и отца, Сарбалетта. И, то есть, он говорит, ты единственный, кто ко мне относился по-человечески. И только ты мне не дал умереть, то есть, покончить с собой. Потому что ты единственный, кто вообще был светлым и вообще пятно. То есть, меня это так впечатлило. Ну, то есть, такие вот… Кто ты в этом сериале? Сноу. Бастард, который потом узнают, что он не просто… Ну, получается, он вообще племянник, что ли, чуть ли не… Да, племянник Дейнерис. Да, племянник Дейнерис, да. То есть, ну, такой путь определенный. Да, прошел, что его выкинули. Он ушел за стену там. Потом он вообще с одичалами, да. Потом он… Как это ворота называются, когда… Вот они… Сейчас он опять в конце ушел туда. Ну, на стену. На стену. На ночной дозор, да. Он ушел на ночной дозор. То есть, какой-то путь, наверное, для меня, наверное… Я еще не знал, кто он, что он. Никто не знал. То есть, в этом сериале мог умереть любой. То есть, я смотрел, и мне нравился этот персонаж. То есть, он не до конца был признан. Так, наверное, я, наверное, иногда часто думал, что… Даже сейчас все, что происходит, для меня безумно приятно. Потому что, опять же, все этапы начинались. Каждый день ты доказываешь чего-то. И каждый раз тебя, ну, до конца не признают. Даже сейчас начинается новый сезон. Ну, как продолжение сезона с декабря. Январь, февраль, март. И ты перестраиваешься. И почти мало кто видит, что ты какую-то работу проделываешь. То есть, тебя все равно оскорбляют, да? Все, сдулся. Для него не хватает мотивации. То есть, это… И вот так же снова. Ну, выкидываешь, он бастард. Вообще ненужный. Ну, да. Кадичал. Он везде выживает. И возвращается в итоге вот таким, каким он есть. То есть, для меня это, наверное, это он. Поэтому я кричал, что я Карам Севера. Слушай, ну, а вот условно говоря, если ты что-то скажешь, я думаю, дреусе, каким-то иностранцам, они поймут, о чем ты говоришь? Да. Они смотрят эту историю? Я не знаю, честно говоря. Ну, если что-то я захочу донести, они меня поймут. То есть, мы какими-то определенными полу-английским, полу-испанским, полу-русским жестами. То есть, ты объяснишься всегда. Я объяснишься, и у меня с ними очень хороший контакт. То есть, я, например, ну, легко. Свою мысль, свое какое-то что-то я хочу, я донесу. То есть, любимый. Ты смотрел, вот если о кино заговорили, патриотическое, что «Тэд Вит-4» Тифановский? Ну, я не смотрел. Я смотрю такие фильмы. Я жду «Бэт Комедиана». То есть, «Бэт Комедиан». Обзор. Да. Я его обожаю. То есть, я считаю, что в 99% он, ну, полностью прав. При всем моем, там, уважении, там, и к Дане Козловскому. Совсем я очень... Действительно, они суперталантливы. Но то, что они половину снимают, это безобразие. Ну, то есть, то, что «Бэт Комедиан», ведь «Бэт Комедиан», он не показывает, чтобы кого-то оскорбить. Или кого-то, там, приндизить. Он просто, он пьет фактами. То есть, когда там про того же «Викинг» говорят, там, там, арбалет, который появился спустя, там, три века только, они стреляют, там, как на лодках они съезжают. Ну, то есть, ну, хватит. Ну, реально, ну, это как вот было в «Квейне», там, да, и там, снимаю шляпу. «Федор, мы знаем, что вы снимаете», там, было про «Водорщика», когда я снимаю шляпу. «Мы знаем, Федор, что вы снимаете». Ну, то есть, ну, много. То есть, реально, наш кинематограф, при всем моем уважении, ну, это... Я с уважением отношусь к любой профессии, честно могу сказать, но русские фильмы, я не могу смотреть. То есть, я жду «Бэткомедиана», с удовольствием, с улыбящей, наслаждаюсь просмотрами, потому что он реально крутой. То есть, я бы даже в жизни с ним с удовольствием познакомился. У нас есть такие общие знакомые, и мне как-то предлагали, я вот думаю, я хочу с ним где-то увидеться, просто пообщаться. Мне кажется, он крутой. Ну, то есть, тебе совсем из русского кино ничего? Ну, нет, я не могу, что прям, не все. То есть, есть фильмы, которые действительно, нет-нет, в последнее время начали так снимать. Не знаю, я там, опять же, ходил, смотрел, как же... И Влад, как-то... Как-то наш вот дрался тоже про... Коловрат? Коловрат, да-да-да, красавица. Коловрат смотрел. Ну, то есть, я понимаю, что там много всего намешано. Но мне такие нравятся фильмы. То есть, исторические там, подраться. Не знаю, там, «Ермак» я любил. Вот мой любимый, наверное, один сериал в «Ермак». Когда был «Ермак», «Ванька Кольцова», «Джигурда», «Эй-эй-эй», там вот это, когда вот казаки... Подожди, а вот этот фильм, который бьет все рекорды по движению вверх, «Бархарламова», «Легенда на 17». Это я сейчас смотрел. Ты понимаешь такое кино? Когда ты смотришь в кинотеатре и не понимаешь, лучше просто смотришь, как это снято, это прикольно. Не зная нюансов истории? Потом, да. Я такой человек, который я смотрю, и меня это захватывает. И я должен про эту историю узнать все. То есть, когда ты смотришь движение вверх, вау, круто. Но когда ты эмоции, то есть, они играют же со зрителем с эмоциями. То есть, ты начинаешь переживать. То есть, действительно. А по факту, потом, когда смотришь, ну реально, тот же «Бэд Комедиан» показал это и родственники. Ну реально, то есть, получается, что сборная «Сэр» была там слепые, кривые, там линзы только появились. То есть, такие истории, там один при смерти, хотя он не был при смерти. То есть, все это чересчур так сделано. Что реально, нас там чуть ли не поехали туда, ну реально, больные люди там, и они еле там доживали до финала. То есть, нет, это же, ну это чересчур. То есть, не надо перегивать палку. Поехали крутые изначально, то есть, баскетболисты. Понятно, что там США, это там, это США. Но, ну как это все это поднесли, ну недаром все родственники размущались. Говорят, не надо делать из них инвалидов, не надо из них делать каких-то там недоношенных. То есть, ну это как-то чересчур. А по Харламу, легендарный нюбль 17? Ну, мне понравилось все. Когда там говорят, опять же, все очень много недостоверностей. Ну, сама подача, мне интересно. Это круто показать такое, что там многое проходит, там проходить. Там, когда Харламова расстреливали с шайбами, не защищая ворота. То есть, это мужественно показывает, что это, мне кажется, тем больше таких даже патриотических. То есть, многие, я думаю, кто вообще баскетбол, там, хоккейне, там, относились ровно. То есть, знать такую определенную историю, легендарного Харламова, реально, таких надо воспевать. Ну, то есть, про них нужно снимать хорошие фильмы. Я думаю, это правильно. Ты можешь представить, что про твою историю, особенно про последний сезон, снимут кино? Трудно сказать. Ну, как-то мне много знакомых говорили об этом. Я не знаю, если бы когда-то, так я уже буду стареньким, если когда-нибудь это сделаю. Тебя сыграет без рук? Ну, всех играет, да. Я думаю, кто еще, как не без рук. Нет, но фактура немножко другая. Кто тебя может сыграть? Ну, не знаю, я все время, так вот, у меня из всех наших или Епифанцев, здоровый и малый, или Яглыч. По-моему, Яглыч же, правильно? Да, да, да. Ну, то есть, такие, кто фактурные ребята, мощные, высокие. Как это кино ты хотел, чтобы называли? Да, трудно сказать. Ну, давай, пофантазируем. Ну, не знаю. Путь войны, я не знаю, какой-нибудь такое, что-нибудь такое. Ну, не знаю, были какие-то такие не сломленные, там, не знаю, там, не знаю. Трудно искать, не мне придумывать. Ну, и какой-то, наверное, определенный. Мне бы, наверное, хотелось бы, чтобы люди, наверное, как-то со временем знали, что путь был. Мне тяжело, про себя трудно сказать. То есть, я не могу так себя оценивать. Мне как-то вот сказали, мы сидели там, что какие-то, действительно, многие там, о, там, когда люди говорят, там, какие-то вещи, там, просто незнакомые, там, ой, там, ты же великий дзюба, там, ля-ля-ля, то есть, там, бабушка какая-нибудь. То есть, реально бывает часто там, или ой. Ну, из последнего, расскажи, ты рассказывал, когда ребенок тебя схватил и говорил, дзюбушка, что из последнего было такого? Ну, из последнего, просто, ну, вот как-то мы сидели, и бабушка проходила, опять же, у меня очень много стал женщин узнавать, женщин, бабушек, то есть, это, не знаю, как это... Ну, это новая аудитория твоя. Наверное, определенная. И как-то вот сидели, ну, и друзья, и как-то сидели, я помню, какая-то, вообще, первых, один из друзей сказал, говорит, я, говорит, сижу, осознаю, говорит, типа, говорит, что какой-то, говорит, ты по-своему, говорит, наверное, ну, не знаю, трудно это сказать, не буду это говорить, не хочу, это люди неправильно воспринимают. Просто бабушка сказала одна, как-то сказала, говорит, типа, Милок, ты же понимаешь, что ты, говорит, пишешь определенную историю свою, то есть, у тебя есть какая-то, ты сейчас для детей какой-то такой, как это сказать, как она сказала, интересно, что ты вот сейчас такой путнил, то есть, для детей, которые начали любить футбол, дети, которые пошли в футбол, то есть, они... Ну, говоря с родственным языком, ролевая модель, типа, ролевая модель, что ты какую-то пишешь свою историю, и она, по-своему, наверное, будет со временем когда-нибудь великой, то есть, ты этого не осознаешь и не понимаешь, но определенное то, что и... Я всегда, как ты, не знаю, говорил, я считаю, что это так, действительно, я не скрываю, я не такой, как все. То есть, я не лучше и не хуже других, я никогда этого не говорил, что я кого-то лучше, были много талантливыми ребятами. Мой козырь всегда был, что я... Ну, опять же, тут, наверное, спасибо, там, в большей степени отцу, наверное, в этот момент, что вот мой козырь всегда был характер. То есть, всегда я, блин, вот я буду лежать, но я буду карабкаться, то есть, ползти наверх, стараться, буду падать и все равно ползти. То есть, и, как бы мне не предлагали, там, а вот можно здесь подняться по лесенкам, а вот можно здесь, там, ковровой дорожечке пройти, но нужно быть там милостивным, для кого-то удобным, для кого-то угодным. То есть, я никогда не выберу этот путь, то есть, иначе я не смогу просто... и это буду не я. То есть, мне нравится то, что... Я очень благодарен, говорю, там, судьбе и Господу Богу, что вот этот путь определен, я остался самим собой. То есть, я не пытаюсь кому-то нравиться, не кому-то пытаюсь, там, угодить, я пытаюсь просто быть самим собой. Иногда я бываю импульсивным, иногда я бываю неприятным, я это прекрасно знаю. Но, в целом, все мои посылы, все мои позывы в том, чтобы... Ну, добрый, наверное, в глубине души я все равно знаю, что я добрый, и, то есть, я хочу... Если я чего-то требую, я, прежде всего, требую себя, иногда бываю колючим. Почему? Потому что я требую из других. Сам по себе такая натура. Я еще вернемся к этому, меня сцепила ты вот про Бэткомедию, что тебе в Ютубчике нравится, твои любимые, что тебя, что ты смотришь? Ну, я люблю, ну, Бэткомедия, это номер один, что я из такого смотрю? Я смотрю всякие обзоры, то есть, там, на Ютубе я смотрю обзоры, там, НХЛ, там, обзоры, там, НБА, смотрю, там, обзоры футбольные, понятно. Там еще я могу смотреть какие-нибудь, там, истории, там, связанные, там, рассказываю, там, а, я люблю Дмитрия Бэйла, который игры проходит, то есть, так как у меня времени нет столько играть, потому что мне, ну, дети просто не дадут, то есть, мне иногда хочется сесть, там, единственная игра, которая за долгое время, ну, наверное, две игры, там, «Ведьмак», которые я прошел, там, целиком, полностью. А с мелкими своими ты что смотришь? С мелкими часто мы смотрим вот все, что связано с Мстителями, они у меня в этом плане помешаны, на меня похожи, младшая у меня «Черная Пантера», прям, то есть, «Черная Пантера» у нас стабильно начинается с «Черной Пантеры», когда у него, там, вот, возвращение, он дерется с «Киллмонгером», когда он возвращается, и они погиб, там, и, там, вот эти крики всякие, там, вот эти, там, «Имбамбэ», типа, и вот они любят это, там, сегодня такое, мы начинаем. То есть, «Мстители», мы смотрим, они помимо мультиков смотрят, вот мы с вами любим смотреть «Мстители», про драки, как там дерутся, потому что у нас огромная, там, армия игрушек 15-сантиметровых, всех героев, то есть, у нас, там, около, не знаю, 300-400, наверное, игрушек. То есть, они у тебя выставляют этих солдатиков, то есть, мы выставляем, я с ними, я, наверное, не доиграл детстве, то есть, у нас там, то есть, целая армия, там, «Танос» выходит, у нас, там, все плохие, то есть, у нас разделили две коробочки огромные, в ней плохие и хорошие, и мы выставляем. начинается драка. Я знаю почти всех супергероев. Они у меня тоже наизусть. У меня с 3-х лет, с 2-х, каждый знает всех супергероев, то есть, я думаю, это кто? Они проходят у меня тесты, они всех знают. То есть, мы играем. Есть ли какие-то равные поединки, мы бросаем кубик, у нас большой кубик. И так у нас происходят баталии, смотрим, то есть, у нас так, да. Ну, маленький твой, наверное, самый маленький, не совсем понимаешь, кем стал отец для футбольной России, а старший, он понимает? То есть, он не до конца, я думаю, тоже понимает. То есть, он сейчас занимается футболом. Мы часто приходим, там все мальчишки, там родители, там могут чуть ли не тренировку установить, но пока там этот, приходится тяжело. Я мало к ним ухожу, потому что я могу завалить тренировку. То есть, ты приходишь и тебя просят сфотографироваться? Ну, все мы там, да. Всем уделить внимание и скажут сфотографироваться. То есть, начинается там вот этот всякий приемчик прикольный. То есть, многие, все дети, практически празднуют так, и мне это нравится. То есть, там гол забивают, так делают. А когда я появляюсь, они еще чаще это делают. Так, ну, понятно, маленьким все хотим привлечь внимание. А твой как празднует голы? Ну, по-разному. Младший празднует, типа, или как Дзюба празднует, или как Дебала, он все время пальчиком так делает. Ну, хотя еще, как Крещан Роналду, Си орут иногда, да. Ну, они по-разному, то есть, зависимо от игрока. Они говорят, там, сегодня мы там за Ливерпуль, значит, один Салах, второй Мане. Там, если сын ворот, Хуналисом там стоит, там, орен. То есть, мы часто играем во дворе с детьми, там выходим. Вчера буквально целая баталья, мы часа три играли, весь двор выходил. Мы там рубимся, у нас прям столкновение, да. То есть, все, чемпионаты России, чемпионат Кубок-Суперкубок, потом Чемпионат мира, потом Лига Чемпионов, потом Лига Европы, то есть, у нас все проходило, проходит. То есть, мы играем постоянно и дома, такие мягкие мячи, в хоккей у нас еще часто мы играем, в НХЛ. Слушай, про НХЛ я у тебя хочу спросить. Ты сказал, ты удивлен парой, вот, ну, как-то не парой, а концовкой вообще все, что творится в НХЛ, это, то есть, это вообще немыслимо, то есть, это не угадать, но, наверное, это самое потрясающее. То есть, этот вот именно НХЛ, то есть, не в одном виде спорта, вот так, то есть, ну, чемпионат мира, понятно, чемпионат мира, это приезжает, что тоже, ну, действительно, 32 сборные приезжают, ну, 25 могут кто кого, то есть, мы возьмем даже Японию, Бельгию, 2-0 хлопало, и, то есть, все были шокированы, но не было такого, когда это невозможно, то есть, и Япония, если бы сыграла более грамотно, спокойно Бельгию выбили бы, они начали продолжить в открытые, то есть, НХЛ, это, это просто непредсказуемо, чтобы там Тампа Бэй, которая выносила всех, просто без шансов в регулярке и вылететь, то же самое Калгари, то есть, все лидеры практически вылетели, то есть, только Бостон и Торонто, опять же, Айлендерс, кто мог придумал, как Каролина, и не мог никогда подумать, что Каролина продержится даже, ну, то есть, в первом раунде, но они цеплялись с Вашингтоном, я думал, ну, ну, куда не шло, ну, там 4-3. Представим, что ты на месте Овечкина, и тебе русский парень говорит, слушай, хочешь подраться, давай, ты бы что сделал, ты бы в ламину мог? Да, ну, это же эмоции, то есть, в хоккее, я, честно говоря, жалею многие так, что в футболе такого нет, то есть, ну, много рассказчиков, то есть, много кто себе позволяет такие, там, разговоры, всегда такой был, там, то есть, все в футболе знают, что очень много есть провокаторы, которые, там, себя ведут так некрасиво, то есть, много, там, всяких говорят, там, или еще что-то, там, делают вещи, там, могут локтем, там, наступить, то есть, и этого, много вот этой грязи не было бы, потому что, знаешь, что ты за это можешь ответить, тебе могут начислить, то есть, много очень показушников, которые, ведь это же тоже определенное шоу, зрители на это заводятся, кайфуют, он, вау, там, чья ты там, все знают, что там, чего тебе никто не сделает, так что любой может, даже, там, метр пятнадцать, там, чья, там, ну, как вот, есть же эти мемы, когда собака, там, лает на большую, а потом у нее, раз, у хозяина выпало, он подбегает, обратно. Ну, а последний момент, когда я думал, сдержишься или нет, это история с бекау. Ну, меня кое-кто подсказал, что быть очень, очень сдержанным, один человек мудрый сказал мне, не на косячь, в последних турах, ну, поэтому я себя только в этот момент и сдержал, потому что, ну, так, не нравится мне, когда бросают, ну, Ада Ди Бекау, он проявил эмоцию, но, в целом, он, то есть, не подлый, не грязный, то есть, дальше мы продолжали в таком режиме, идет борьба, не было такого, что дальше, некоторые, там, что-то пытаются такими стильными быть, там, вот это такого. Какой провокатор номер один в вашем футболе это кто? Ну, трудно мне сказать, такого прямо сейчас, мне кажется, нет такого. Раньше, как-то бывали, раньше, давно руку раньше кто-то там тявкали, там, еще и еще. Нет, у меня, конечно, сейчас прям провокаторов сейчас. Ну, вернул был такой, ну, мне он нравился, например. То есть, вернул, наверное, такой основатель, его ненавидели все практически. А мне он нравился, такой жесткий. Да, иногда, ради своей команды, он готов был, там, сделать, там, и грязь какую-то, и спровоцировать. Ты бы хотел с ним сыграть со мной в команде когда-нибудь? Да, мне нравятся такие, я считаю. У него есть дух победителя, он боец сам по себе, мне такие нравятся. Я считаю, что на футбольном поле определенные грани, конечно, должны быть, но, в целом, если ты, там, такой, прям, конченый, такой, прям, по-хорошему, такой, прям, такой, злой даже, где-то, прям, там, хамалит. То есть, это нормально. Значит, мы выходим туда побеждать, а ты же не будешь это. Для меня это, я всегда говорю, не знаю, для меня это, как Колизей. Мы выходим сражаться, есть нас, наша, вот, армия, их. И вот мы и сражаемся, кто кого переберет. То есть, во многих матчах же ты не можешь, чтобы сначала выиграть на классе кого-то, стрелял должен не проиграть ему ни сантиметр борьбы. То есть, ты, прям, врезаешься. То есть, многие матчи ты просто вырываешь, просто сметаешь, и когда ты 1-0-2-0 ведешь, то ты начинаешь творить. Все говорят, ой, они выиграли на классе. Такое сейчас невозможно. Я обратил внимание по последней игре с ЦСКА. Вы что-то постоянно с Акифеевым друг другу говорили. Что-то вы поспорили, что я тебя забью, а ты... Что за... Я не знаю, у меня какая-то такая всегда была, после Чемпионата мира как-то особенно как-то, я говорю, вот эта вся история Чемпионата мира очень сплотила команду. И те, кто вот пережили вот этот... Ну, для нас это был действительно такой момент, мы были как будто на передовой. То есть, для нас это была прям такая серьезная война, когда мы были в определенном вакууме, все были против нас. Ну, откровенно говоря, практически все были против нас. Была вот эта... Но, скорее, все в нас не верили. Не верили, но было много и злости, почему я и выступил тогда, меня это очень сильно разозлило. То есть, было очень большое давление, не очень правильно, не все могут с этим справиться. То есть, для многих это прям было очень прям давимо. То есть, это было ненормально. То есть, это можно было, если бы мы проиграли. То есть, когда было это после чемпионата Европы, определенная такая злость и грубость такая, она была отчасти справедливая. То есть, мы провалились, нас вынесли Уэльс, и это нормально. К этому я был готов, и я там сам 10 дней в себя приходил. То есть, для меня это было существенное поражение, прям такое жестокое. Ну, то есть, а когда еще ничего не началось, вот это гновление, вот это невера, для меня, то есть, это было непонятно. То есть, в этом и заключается, ты должен верить вопреки всему. Ты любишь свою страну, ты любишь свою... То есть, у меня нет... Любая сборная уходит, там, России, в любом виде спорта, я болею за нее. Не там, ай, клоуны. Нет. То есть, проиграют 10-0 там грубо, я могу сказать, ну, клоуны. Ну, то есть, как и любой там, то есть, ну, до соревнования, то есть, мне такой, да это там, давай сейчас... То есть, для меня это непонятно. То есть, в этом, мне кажется, это неправильно. То есть, ты болеешь, ты должен переживать всем. То есть, в этом заключается. Я хочу вернуться в начало сезона, она немножко нетипичная для тебя получилась. Знаешь, как о тебе говорят, что тебе постоянно нужно все время кому-то что-то доказывать. Быть на кого-то злым, и я тебе там докажу. А здесь-то вошел в сезон, чуваком, которого любят все. Которого знают от маленьких до бабушек, который говорит, милого к тебе. Что для тебя было мотивация? Почему ты так круто начал, и, в общем, стабильно дошел до конца, ты стал лучше? Да я... Что для тебя? Ты кому доказывал? Я кайфую от этого всего сейчас. Я действительно от этого кайфую. Я 30 лет к этому стремился, чтобы футболистов любили. Ведь это эмоции, которые... С одной стороны, мне стыдно до сих пор, за то, что после Хорватии было. С другой стороны, я понимаю, наверное, что многие ко мне и повернулись. То есть, окончательно там, наверное, та аудитория, которая не до конца любит футбол. Я всю жизнь для этого хотел. Я никогда это не лукавил. Я всю жизнь хотел, чтобы футболистов полюбили, чтобы футболистов начали уважать наш труд. Стыдно, когда-то расплакался во время интервью. Ну да, то есть, я не плакал. Это официальная версия. Ну, не знаю, это были какие-то эмоции. То есть, я говорю, я уже много раз эту историю рассказывал, что я был нереально зол. Ну, то есть, после Хорватии, когда мне позвали на интервью, я так, ну, не в грубой форме, но так, жестко отказался. И шел на допинг. Скорее шел на допинге было. То есть, провел там долгое время, наверное, час, наверное, где-то. Все свои дела сделал. Сдал и иду, и так, и уже иду. И для себя подумал, что все, я отпустил это. Типа, все. Типа, проехали, все. Все. Этого в прошлом. И тут мне говорят, да, шел. Ну, я же говорил, что если что, я отвечу, как мы вылетим. Понимаешь, что мне нужно отвечать из-за слова. И подхожу. На спокойствие. Да, да. А потом поплыл. И расстроился даже. Даже сейчас немножко меня... Ну, обидное поражение было. Для меня очень такое обидное. Мы могли пройти хорватцы. То есть, дойти до финала. Ой, до полуфинала. До четверть финала. И... Ну, могли. То есть, пенальти наши были. Еще Акинфей потащил и... До полуфинала. А? До полуфинала. Полуфинала были. Нет. Мы до четверть финала. Мы могли дойти до полуфинала. И, да. Я думаю, англичан обыграли бы точно. На финале точно проиграли. Вернусь к тому вопросу. Кого ты сам считаешь лучшим? Давай все-таки поразмышляем. Потому что иначе мы забудем и будет нехорошо. Лучшему по этому сезону. Блин. Ну, опять же. Я всегда привержен того, кто чемпион. А тут надо начинать. Себя мне некорректно называть. Я не могу называть. Ну, я очень горжусь своим вкладом в это чемпионство. Я назову, я объясню. Ракицкий, Борис и Азмур. Они три крутых, реально, три крутых чувака. Три крутых футболиста, которые действительно очень сильно помогли. Но я не могу назвать их. Потому что они не были с самого начала нашего пути. Поэтому я назову Ивановича. Я назову Нулева. Потому что в один определенный момент на определенных ребятах держалась. В какой-то момент, когда мы начали провисать. И мы вот прям сражались. То есть этот костяк, мне кажется, и спас нас. Иванович, Лунев. Ну, два игрока линии обороны. Его защитника и вратарь. И должен быть... И Дрюси. Почему Дрюси? А потому что он... Я впервые, наверное, назвал за одной командой. И своей. Может быть, это неправильно. Я мог бы ответить, отметить каждый. Потому что я смотрел почти все матчи чемпионата России. И поэтому я видел всех на протяжении всего сезона. В каждой команде очень много хороших футболистов там. Могу даже потом немножко и рассказать и про ЦССР. И прям по порядку Локомотив. Краснодар. Но объясню почему. Иванович это при всех, кто может сказать, плюсах, минусах. Это человек, который держал уровень и держал нашу оборону. То есть с Нету. Нету крутой. Он реально профик. Нету... Просто получилось так, что Зима переделся Ракицкий. Ракицкий начал играть. Но пока был Нету, наша защита была тоже в порядке. Нету во многих матчах был. И Нету был бы в моем списке, если бы он выиграл весь чемпионат. Иванович тот человек, который... Это такой столб нашей обороны. То есть прям основополагающий столб. Вся защита линии менялась в течение сезона. Иванович оставался в строю. Иванович сражался, бился. Иванович... Ни один футболист за весь чемпионат... Одну игру он сыграл, неважную. ЦСКА там. Все. 29... Ну вот все остальные матчи. Ни один его не переиграл. Не перебегал. Не возил. И не... Что самое... Никто его не смял. То есть никто не смог выиграть у него. Вот прям его продавить. То есть никто не смог его в единоборствах одолеть. То есть Иванович. Поэтому... Лунёв почему? Лунёв во многих матчах нас вручал. Очень спасал. То есть это было незаметно для многих. Потому что, казалось бы, мы там выигрывали. Возьмем тот же «Динамо». Выход один на один. Забей черных. Все было складываться. И таких было очень много матчей. То есть было очень много матчей. Где Лунёв нас очень тащил. Начиная там с чемпионата Лиги Европы. То есть Лунёв это прям... Очень качественный. Очень крутой вратарь. То есть у него ментальность. Мне нравится именно его определённо, что он в нужные моменты тащит. То есть у него нету там сто моментов, там еще что-то. Но вот такие важные моменты он тащит. То есть и он в определённый момент нас очень сильно вручал, когда мы проседали. Он вообще когда-нибудь нервничает? Ну по нему не скажешь. Так вот не скажешь. Он такой, да... Ну мне кажется, это хорошо. Даже если ты срёшь, надо делать уверенно. То есть он чем-то похож, мне кажется, по своей ментальности, по своему психологии на Кенфеева в этом плане. То есть по нему не скажешь, что он нервничает, не нервничает. То есть они умеют прятать свои эмоции. Поэтому вот Лунёв для меня. Дрюси, потому что он настолько преображался вот в течение всего чемпионата, играл справа, в нападении, под нападающими, слева. Он проделал колоссальный объем работы. Ты, кстати, удивлен, потому что аргентинцы же, тем более Себата, он хочет забивать всё время. Да, он так нацелен, что он как-то, я не скажу, безропотно, но чисто внешне спокойно так на это реагировал. Он к этому отнесся. То есть настолько профессионально и мудро по своим годам. То есть таких два футболиста у нас в команде было. Он и я, которые прям жестоко. То есть жестоко нужно было своими амбициями, всё своё я засунул себе в одно место. И мы даже с ним один раз как-то об этом разговаривали. Я говорил ему мои комплименты, что он умница. То есть я старался всячески поддерживать с этой темой, потому что были моменты, когда я злился, почему я не получается забивать, а отдавать. Он тоже самое. То есть были серии определенные. Мою серию обсуждали вовсю. Себину нет. И я очень этому рад был. Даже Себа, когда забил в какой-то момент, он видно был такой, всю себя стряхивал. Но я был восхищен именно на то, что он не по годам очень мудро работал на команду. И мы это как-то обсуждали. И вместе шли к выводу. Я говорю, давай будем это терпеть, дорогой. Ради у нас есть определенные цели. Слушай, я про сборы хочу у тебя спросить. Потому что ты рассказывал в прошлом интервью, что так доигрывал на ободах. Да. Как ты прошел сборы? Потому что я особенно турниру в Катаре. Потому что мне по турниру в Катаре казалось, что дело швах и чемпионами вы не станете. Ну это было. То есть нам не нравилось то, что по началу происходило. Понятно что. Но по итогу мы прекрасно понимали, что у нас цель немножко другая. То есть мы немножко не смеялись. То есть для нас было удивительно, как там праздновал тот же Спартак этот кубок. То есть такое ощущение было, что они реально что-то выиграли. То есть это было немножко смешно. Выйти на пик формы именно в феврале. Это удивительно. Ты думаешь они на пик формы вышли? Ну практически. То есть как они не бежали и не слились. То есть это ненормально было в это время. То есть мы вкатывались. То есть мы на 30 процентов там. То есть для нас это был реально подготовительный турнир. То есть у нас не было там цели. А судя как они там трясли и поднимали кубок, там его целовали. Для них чуть ли это не был главный титул. То есть это было странно. А у вас совсем по барабану? Да. То есть мы готовились. То есть проигрывать нет. Такого не было такого. Ах! Да хоть здесь нет. То есть именно в тот момент, когда ты проигрываешь там Спартаку, мы злились, мы ругались там. И между собой так, так, были такие склоки. То есть определенные. Но это даже и хорошо было. То есть ненормально, когда все вот все ходят. Какие мы замечательные. Это хорошо. Это определенные вещи нас учили. То есть ага, сейчас мы проиграли. Так, а к чему мы стремимся? А к чему мы хотим? Так, а давайте нам Спартак указал на наши какие-то определенные слабые места. Значит надо будет еще лучше тренироваться. Значит надо будет готовиться. Вот к чему мы хотим. Мы что сейчас хотим? Сейчас мы можем психануть здесь и дружно разругаться там между собой. Проигрывать Спартакову не хочется. Даже если мы во дворе выйдем просто играть, мы будем играть на победу. Не было такого, что мы его там сливали. Так давайте. Нет, мы хотели победить. Но наши функциональные состояния были разные. Мы приехали на первый сбор, а они уже чуть ли там не на третий. Второй. Второй, да. У них там уже такое уже видно было по движению, по всему, как они тренировались. То есть и мы были прям в разных состояниях. Но это было видно. То есть как-то, ну не было, то есть выиграть трофей, то есть, ну извините, мы называем это пьян-кап какой-то там. Ну при всем уважении. Таких там турниров всегда проводятся там, во всех городах. Нет такого выиграть. Хочется обыграть там соперника своего, конечно. Но поиграли, ничего страшного. То есть, в Спартаку именно. То есть, когда мы Лакматиеву там проиграли, в Уфоте, по-моему, проиграли. Это было ну неприятно, ну так вкатываемся. Ну что, пошли в Спартаку. Да, это было так, для меня это так, для многих. То есть, для нас это болезненно было. Но мы это так переживали и в себе уже сжали кулаки. Так, значит, продолжаем пахать, чтобы это не повторилось в официальной игре. Слушай, ты так сказал пьян-кап, запомниться это многим. Ты был, когда Спартак Копа Дельсоль выиграл? По-моему, да. Тоже тогда к этому так относились или была вот прям эйфория какая-то? Да нет, не было. Потому что долгое время это же был единственный трофей Спартака. Ну нет, тогда не было такого. Наоборот, все смеялись, дурачились, что вот они трофеи поперли. То есть, это было так. Ну и потом мы с Зенитом выигрывали, мы тоже где-то там какой-то турнир тоже там при Боуши. Тоже так же. Ну там вообще смеялись, там все. Типа кубок там огромный такой. Мне там как раз подкалывали твой первый трофей. Я говорю, как раз у меня был еще Копа Дельсоль. Я говорю, у меня второй трофей. Хотя у меня там, по-моему, уже был суперкубок. Я только в Зенит пришел. Ну то есть, такие шутки шли от ребят. То есть, это нормально. А к тому времени ты не выиграл здесь с Ростовом? Я с Ростовом выиграл. Сразу же пришел суперкубок. Ну, это была такая, типа, о, Дзюба, типа, трофей выиграл тебе. Я говорю, у меня уже второй. И по Копа Дельсоль, типа, был. То есть, они мне, а им там, то есть, за шутки были. Про историю с Парайдосом. Вас нервировала команда? Потому что все-таки пассажиры переходят, не переходят? Ну, спокойно. Это вообще никак не влияет. А Валентинцев? Да они тоже были спокойно. То есть, всем было приятно понятно, что он хочет туда пойти. И он хочет уйти. Просто вопрос был, когда это договорятся и все. То есть, на нем это никак не сказывалось. Ну, может, иногда что-то так на тренировке он мог. Но он сам по себе такой был... Лентяйчик? Ну, лентяйчик такой, в хорошем. Ну, то есть, надо... То есть, он... Это обманчиво, что он там, там, медленный. То есть, когда говорят, там, он, когда надо, он довольно-таки быстро и с мячом. И если надо, там, отбирает. Ну, он такой сам по себе. Да, он не любит обороняться. Он так... Он не любит дорабатывать. То есть, было много моментов в матчах. Ну, у него... Он компенсировал этим своим... То есть, у него... Не хватает качеств трудящихся. Да. Он не напрягался, скажем так. То есть, хотя, если надо, когда он такой эмоциональный... Такой... Мне кажется, он такой был... Такой мини-вожак среднеаргентинцев. Сейчас стал с его ходом всем. Всем осталось? Мне кажется, да. Больше похоже на то, что... Ну, мне трудно сказать. Но мне кажется, что они... Понятно, что нет такого, там, какого-то доминанта. Такого прям. Но всегда в компании кто-то так больше. Сейчас я думаю, что это все побольше, да. Слушай, вас сильно на сборах грузиной зимой? Ты чувствовал, что прям, ну, как бы, тяжеловато именно? Ну, нет. Было просто такое... Мы притирались, скажем так. Не понимали, типа, то ли делаем или не то. То есть, у многих были, там, такие вопросы к итальянцам. Типа, ну, типа, вот, типа, при Манчине, типа, вообще развалились. Типа, что мы опять то же самое. Типа, а что мы делаем опять? Типа, что опять, типа, не в тему. Сейчас опять так же встанем в сезоне. Ну, показалось, что нет. То есть, не знаю. Я вообще привержен к тому, что нужно... Опять же, мы игроки, мы, опять же, как-то можем сказать свое, но... В любом случае, выполняем как... Да. Так всегда было, и кто не будет говорить, нет, я не побегу. Такого никогда не было. Это не профессионально. Сказали бежать там. Я в свое время столько набегал. То есть, не понимал, зачем мы это делали и это не приносило. Мы бегали. То есть, я думаю, что это многие набирают через игры. То есть, невозможно... То есть, определенный ты функционал закладываешь. Но, когда ты играешь с мячом и матч, это не заменит ничто. Как бы ты ни был физически готов на тренировках. Ты можешь, как лошадь там. Ну, когда ты с мячом, это другой рваный ритм. Ты задышал. Это нужно вкатиться. Таким руслым ребятам, как я, массивным, нам тяжелее вкатываться. Это мы прекрасно понимаем. Нужно было определенное время. Я очень рад, что у многих возникало вот этих вопросов. И вот говорю, возвращаясь к тем же, как, что, чего. Для меня был и кайф. И я ждал этот момент. Это был очередной вызов для меня. Я хотел стать чемпионом. И многим, опять же, не доказать, а показать, что... Это вообще же обманчиво, что говорят, что мне нужно кому-то что-то доказывать. С чего вдруг? Я не понимаю. Не было у меня сезона в чемпионате, когда был длинный сезон в Спартаке. Мы второе место заняли при Карпине. Когда я выдал чуть ли не лучше сезон. Там 13 забил, 12 отдал. То есть, это все забывают. Много забывают, что сезон с Боушем я провел очень приличный. Шесть голов в шести матчах группового лига чемпионов. 15 в сезоне в сборной забивал. То есть, все забывают об этом. Все забывают об этом. А что доказывать? Меня в Томск, когда списали, меня вообще уже все похоронили. Я говорю, ну все, товарищ, мне уже сказали, ты закончил. Что доказывать? Я просто... А нет такого... Говорится, нету вчера. Я вчера в порядке. А сегодня? То есть, как говорил Божевич, меня дорога, я извиняюсь, это как в сексе. Ты не можешь быть сегодня в порядке, а завтра приходишь и жена твоя говорит, а ты говоришь, что-то я сегодня не очень. Но зато вчера я был в порядке. То есть, да, ты же искаешь, она говорит, а мне, пожалуйста, сегодня. То есть, как с девушками. Он всегда, Божевич, говорил. Ты как секс, говорит, с девушками. Ты должен быть каждый день в порядке. Каждый день в порядке. Ты не можешь говорить, а вчера я был великой, а позавчера, а месяц назад я вообще творил. Не о сексе, а о жене. Она у тебя человек непубличный. Да. Расскажи чуть-чуть о ней. Почему ты прям такой восточный деспот, она у тебя не ведет Инстаграм, вот как бы, но девушка с прекрасными внешними данными, ну так. Она кричит, что я ревнив очень сильно. Ты очень сильно ревнив. Нет, нет, на самом деле нет, но мы так смеемся. То есть, в моем понимании, семья, вообще, семья, дети, вот какой-то определенный такой вот грань, такой вот свой мирок, она реально тишины требует. Ну, то есть, что, для меня это тяжело. То есть, любые фотографии там с женой или с детьми, для меня это прям даются. То есть, она должна быть вот, то есть, любовь, там тишина, там счастье, требует тишины. Какой-то определенный. Для чего? То есть, для меня непонятно, для чего. То есть, я Инстаграм, в принципе, завел только из-за того, что меня просили там Nike, Zenit, там все. Говорят, надо. Ну, это надо. Это современное. У тебя по контракту, да? А с Зенитом стоят? Ну, нет, по контракту. Нет, они просто просили меня. Говорят, ну, это надо завести. Типа, много будет там детей, много людей смотрят, как футбол, им интересно. Ну, это пошло. А после Чемпионата мира, для меня это уже стало такое. Я уже как-то, уже как-то, мне даже, сколько, миллион там, сто, миллион двести. Я должен как-то, наверное, меня просят, там пишут постоянно. Артем, вы там будете что-нибудь выкладывать? То есть, меня как-то уже обязывает такая аудитория. Я должен соответствовать, то есть, надо что-то выкладывать. Ну, вот именно мой круг семьи. Ну, что она красивая? Она красивая, мы это знаем. Мы ее любим такую. Дети, я. Она для нас номер один. То есть, кто бы что ни было, там, она для нас прям, то есть, эпицентр всего. То есть, для меня главное, какая она была, ну, есть, то есть, изначально, какая мама. Для меня показатели не то, как там, кто-то ей восхищается. То мы и так ей восхищаемся. Ну, кто-то так и так замечает, что она красивая. Она это прекрасно знает. Мы стараемся ее каждый раз об этом, ну, говорить. Нет, просто жены футболистов активно ведут Инстаграм. Ты говоришь про Инстаграм прямо, ну, то есть, все, 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 все. Там много чего. Наряды там и прочее. Ну, то есть, я... Для меня это ужас. Ну, для меня. Ну, я не понимаю. Ну, когда еще жена начинает что-то комментировать, что-то рассказывать, что-то говорить, ходить. Для меня это вообще просто, то есть, для меня это неприемлемо. И она это, слава Богу, понимает, что это ненормально. Когда там жена начинает пытаться за счет этого себя как-то проявить, ну, проявляй себя. Но не надо это делать как-то там показушно. А вот я, а вы знаете, что там, ну, а вот я, ну, то есть, ну, какая-то должна быть. Жена должна быть, ну, какая-то, то есть, занимайся своими делами. Ну, когда ты там выпячиваешь себя там везде там, а я там в каких-то журналах. Мы все прекрасно понимаем, почему ты в этих журналах, почему ты интересна кому-то. За счет своего мужа, прежде всего, а не то, что ты такая классная. Так ведь? Ну, это же так. В чем Кристина умнее тебя? Ну, она мудрее меня в плане того, что она более сдержанная. То есть, она мудра в том, что она знает какие-то ситуации, чувствует меня и понимает. И, ну, вообще, умеет правильно сказать какие-то слова. Когда я начинаю там злиться или когда что-то расстраиваться, или что-то мне непонятно, она находит в общем такие хорошие слова. И мне это очень нравится. То, что она вот по-женски, она мудра. То есть, по-женски она мудра, и она замечательная мама. То есть, для меня показатель, что она вот... То есть, дети прям, то есть, я ее очень ценю за это. И она вкусно готовит. А что именно, расскажи? Да она готовит все. То есть, она прошла прям курс подготовки моей мамы. То есть, я очень привередливый деда. То есть, я люблю есть, люблю много есть. Но, то есть, если я что-то люблю, я могу есть прям, то есть, массами. И она вот, то есть, прошла школу жизни с моей мамой. Они притирались. То есть, это прям была такая, прям, молнии летали. То есть, она все, всему научилась, обучилась. То есть, она умеет. По футболу подсказывает что-то. Она говорит, слушай, ты как ударил вообще тючиной ногой? Не, 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 никогда. Ни разу вообще? Нет, никогда в жизни. Она говорит о докровенном. То есть, я говорю, она... То есть, есть моменты, которые там я ее подкалываю в чем-то там. Но она в этом плане вообще не говорю. Тут она мудра в этом плане. То есть, как женщина, она в этом плане никогда не скажет. Потому что, но она в этом ничего не понимает. Как она может это сказать? Я вернусь опять к футболу. Начало года такое получилось непростым. Фенер Бахче. Твоя битва с Ашкотеллом. Там тема с Вильяреалом. Что там шло не так? Почему вы дальше не прошли? Потому что все ждали. И ваш новый президент говорил, что наша задача выйти в финал, да? По-моему, Лиги Европы. Ты разочаровал? Отчасти да, отчасти нет. Откровенно говоря, мы всеми... Вот командой, именно игроки были. Мы между собой разговаривали. У нас была номер один цель чемпионата. Мы боялись чемпионат упустить. Потому что, дойдя до финала и проиграя, мы понимали, что есть Челес, Арсенал, там, ну, как Наполе. То есть мы понимали, что, ну, откровенно будем, мы не выиграем Лигу Европы. Ну, наверное. А чемпионство, если мы профокаем, вот это будет вообще шоу. Потому что это, во-первых, Лига чемпионов. Ну, во-первых, это вообще чемпион. Чемпионство долгожданное для многих. Почти до всех. И это путевка в Лигу чемпионов напрямую с первой корзины. И, то есть, рисковать этим, мы как-то в уме, наверное, откровенно говоря, немножко одержали. Кто бы руководство правды говорило, и тренерский штаб, Настя. Ну, не было такого, что мы, а, сдадим. То есть, когда с Велериалом произошло вот это поражение, мы, многие так вот, лидеры, я думаю, немножко, ну, поэтому уже начали все немножко поберегли. У кого-то какие-то были болячки, и решили, что повременем. Потому что получится супер. Ну, нет, так нет. Потому что было в голове у нас сидело, мы между собой разговаривали, рядом в костях. Мы говорили о том, что цель чемпионства взять любой ценой, а там, получится повоюем. Потому что мы никому не хотели проверить, но у Велериал реально нас посадил на такой контроль. Слушай, ну, вот это было удивительно просто, как команда, которая на вылет стояла тогда, да, у Велериала, и она так уверенно на контроле вас обыграла. То есть, казалось, вот у технической оснащенности пропасть какая-то. Нет, ну, просто они нас действительно очень положили на какой-то определенный контроль. И мы, во-первых, там допустили такие поплошности, и сами потом, сколько моментов они забили, там, у нас было действительно много моментов. Там голы, там, то есть, первый гол, когда там со стандартом мы пропустили, там, ошибка моя и Азмун. То есть, ну, это там, что цепочка, там, проигрываем борьбу, там, вверху, скидка. Я побежал уже вперед, чисто вот этот глупый, после этого меня этот момент научил, я все время оставался. То есть, чисто по сознанию, летит мяч, Аша выигрывает и пойду сейчас в атаку, вот в контру побежим. Я побежал в контру, Азмун почему-то побежал в ворота. И, то есть, наш игрок просто стоит и боро такой, вот, спасибо, ребят. И раз, пустые гол, глупый гол. Ну и они нас посадили. Опять же, глубочайшая ошибка для многих, для всех, что Вильяреал идет на 16 месте. Состав. Тот состав дороже нашего состава. Даже любым, то есть, там, очень качественные футболисты. Как они сыграли с Барселоны? 4-4. Барселона еще не была чемпионом. Они приехали, там, отскочили, горели 4-3. То есть, это супер качественная команда. Они по составу в Испании, там, 5-6. То есть, у них была чехарда, то есть, как Фенер Бахче. Все говорят, вон там труп, у них состав сумасшедший. Нормально. То есть, Галацарай, там, Истанбул, Бешекташ и Фенер. То есть, ну, я не скажу, у кого лучше состав. Но Фенер шел так, бывает такое. Слушай, а там вот в этой игре Шкартел по тебе играл? Потому что там один Шкартел, а второй маленький совсем в центральной защите. Почему ты не к нему-то? Нет, я к нему и туда ходил. Там по ситуации действуешь. Ты же не будешь, ты же не можешь там встать возле одного там парня. Ну да. То есть, Шкартел здоровый, там, у него свои козыри с ним можно. С ним надо так играть. А маленький, юркий, с ним можно по-другому играть. Ну, там было тяжело играть. Настал судья, в общем, уничтожал. Француз, по-моему, судил. Ну, безобразный. То есть, любой фол. Это прямо, когда ты находишься там, внутри ты видишь. Любой фол. То есть, он меня там вообще обложил. То есть, там был момент, когда я пробрасываю себе на ход. Когда там все смеялось, вся Турция. Там несколько видео присылали. Когда мы с ним бодались, 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 там уже свисток был. Я пробрасываю, он меня там уже все, уже на мне повис. То есть, я его в сторону отодвигаю. Он говорит, фол. То есть, зачастую, очень часто, есть такое там. То есть, в Европе, когда ты играешь, немножко так, русских немножко там щемят. Ну, то есть, понятно, что есть там, есть законодатели там всяких, есть гранды там, к которым там относятся. А нам так, немножко так же. Нет, нет, немножко подушивает. Тебе бесило, когда говорили о том, что игра Зенита примитивна. Попади мяч в дзюбу. То есть, немножко высекало. То есть, в роли человека, у которого надо высидеть, дзюба. То есть, Зенит так играл, ну сколько, полгода. И ты не согласен с такой драком? Ну, меня раздражало. Ну, у нас было такое, что у нас не было, что грузии на дзюбу. То есть, бывало, когда если тяжело, или нас поджимают, или что-то не получается, то почему бы нет, если есть такой момент, есть определенный козырь, где можно на меня выметь. И я постараюсь зацепиться, сброситься. И то есть, мы за счет этого выйдем в атаку. То есть, когда нас очень плотно и жестко прессингует, длинная передача. Раз, 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 и сразу атака там. Три в три, в четыре, в четыре. То есть, это было. Ну, меня раздражало. Ну, опять же, мы, то говорят, что дзюба мертв. Тут мы вот берем, да, это же феноменально. Пришел Заболотный, да, все кричали, что он ничем не хуже дзюбы, да. Да нет, он даже лучше дзюба, поначалу. Я же помню все это. Потом все это меняется пятьдесят раз. Меня раздражает эта банда флюгеров. Это просто немеряное количество флюгеров. Вы смотрите футбол, пожалуйста, внимательно. Не просто там забил, отдал, круто сыграл. То есть, люди не смотрят вообще цело футбол. То есть, футбол это же, нельзя смотреть кино, классный момент, ну все, классный фильм. Ну, то есть, ты должен смотреть в него, так же и футбол. Нельзя там рассматривать голод. Ну, реально, у нас же так, многие судят же у нас. Ну, полстраны, которые много, у нас реально не разбираются с футболью. Ну, правда. Слушай, но тем футбола хорош. Все о нем говорят. Просто в шахматах разбираются там пять человек, условно говоря. Нет, футбол это хорошо. Меня раздражает, что вот опять же, играешь там вот так. Вот мы выигрываем, Зенит идем на первом месте. Ахера, что нас дзюба, типа, все понятно, что это за футбол. Мы идем на первом месте. Да кому, какая разница. Пусть так. Появились у нас ребята, мы смогли перестроиться. Появился Азмун, появился Бариус Ракицкий. Ракицкий с великолепным первым пасом. Человек, который входит, раздает, скидывает, то есть диагонали. То есть мы стали более разнообразны. Бариус, которого не хватало нам именно цементирующего парня, который в центре выгрызал все. Появился Азмун, который там врывается за спину. То есть я могу принять и под себя, и там еще. А он бежит за спину хорошо. Мы будем меня приняться. То есть, опять же, глубокая заблужденность, что я только бейте над любым верхом. Я не смогу играть. Я надеюсь, что сейчас. Я всем доказал это. Что я ни коряга, ни деревяга. Масса вот этих околофутбольных людей, которые флюгеры. Да он деревянный или еще что-то. Весь футбольный мир знает. Особенно российский. Я уже чемпионат мира. И сейчас еще доказал, что у меня изначально школа спартаковская. Изначально такой школы ни у кого нет практически. То есть, моя техника, никому я не уступлю. В технике никому я не уступлю. То, что там все говорят, я супер медленный. Это опять же ложь. Но я же не буду каждый... За сколько ты 100 метров поберешь? Я не знаю. Я не засчитывал. У нас есть тесты определенные в командах, в сборных. Я всегда бегу там. 25 футболистов. Я бегу 10-11. То есть, нет такого, что я не тихо ход. Я хорошо бегу. Для своего роста и веса я вообще очень хорошо бегу. Плюс еще не забывайте про мои габариты. Я бегу, а потом поставлю ручку, плечико. Попробуй меня. То есть, есть малыши, которые перебут, они думают, ох, несется ты как. Давай. То есть, это заблужденность. Я не супер спринтер, но я не могу при метр 97, 96-97 килограмм нестись быстрее там кого-то. А то забуду. Как бы вернусь к этому. Меня поразила история, когда на Кубке в Катаре ты так тепло пообщался с Леонидом Феденом. Казалось, что между вами такая кошка пробежала, и вы, мягко говоря, не друзья. Когда он тебе что-то сказал, за копейку мать родную давишь. Но это все-таки сильное высказывание, согласись. Да. Такое не легко простить. Я не могу сказать, что я его как-то простил, и не могу сказать, что у нас какие-то теплые отношения. Ну, прям он подошел, то ты прям что-то... Я не тот человек. Во-первых, я не злопамятный, честно. У меня нет такого, что я вот там. То есть, это его высказывание. На его совесть, мне кажется, даже своими этими действиями определенными, и вообще потом какими-то фразами, я думаю, что он много раз пожалел о своих высказываниях. И его вот эта определенная инициатива чуть-чуть прям поговорить. То есть, мне было приятно, что человек... Он сам подошел, да? Да. То есть, я бы сам не подошел не из-за того, что я гордый или еще что-то. Ну, как я подойду там? Там же разминка что-то. Да. Ну, то есть, у Федуны все равно мы выходили. Где Федуна, где я, грубо говоря. То есть, я же не могу сказать, Леонид Армальд, здрасте. Может, он меня не помнит. Я же откуда знаю. Ну, то есть, ну, грубо говоря. То есть, то, что он ко мне подошел, это было бы, во-первых, некрасиво. Он мне не делал такого что-то. Я ему во многом благодарен. То есть, в определенный период он прекрасно это знает. То есть, он знает, что до него уже после дошла информация, спустя многие время, я знаю, что до него дошла информация, что многие людей делали все, чтобы мы разошлись. И он это прекрасно сейчас это знает. Я думаю, он многие фразы свои жалеет, что произнес. Так как мы все, мужчины, особенно эмоциональны, то он сказал и сказал. Я не держу. Я знаю, что это не так. Он знает, что это не так. Да и все, кто с этой ситуацией столкнулись, знают. Были определенные люди, там, от Асхабадзе и Чалаянца, чего скрывать, которые, ну, люто не хотели, чтобы я. Почему? Ну, это вопрос к ним. Ну, Чалаянца я понимаю. Он хотел Мафисяна любыми способами продлить. Потому что была ситуация, что я ждал Леонида Арнольдовича. Он мне сказал, дождись меня в Марвелии, ни с кем никому не подписывай. Я хочу с тобой лично переговорить. Я говорю, даю вам слово, что ни с кем я ничего не подпишу, пока с вами не увижусь. Я вам даю слово. Все. Я его ждал до последнего. У меня начались разговоры, что им начали говорить, что я уже с кем-то черканул, подписал. То есть ему там уже или так уже прям конкретно. Я ему сказал, я его ждал. А за день до этого уже все. Говорит, руководство приезжает. Федун со всеми руководителями приезжает. Я говорю, ну вот, супер. Наконец-таки. А мне Мафисян говорит, дзюба, это у них тебе и ко мне. Переподписывать они меня, я еду там Чалаянца что-то продавливал. Вот и все. Я говорю, ну посмотрим, кому они едут. Я жду. Я тренировался, я там по тестам. Мы бегали. Тесты я там в тройке закончил. Ко мне подошел тогда еще, как его, который работал. Йохан, Йохан. Это было для меня удивительно. Я тренируюсь все тренировки, там тесты я все сдаю хорошо. И он мне подбежал и говорит, можно тебе пожать руку? Я говорю, да, конечно. Я восхищен, как ты тренируешься, как ты в такой форме. То есть ты прям, ну то есть вообще типа. Йохан Гераскин? Да, Гераскин. Он говорит, я восхищен, можно тебе руку пожать? Ты красавец. Я не понял, в смысле? Ну то, что ты все равно здесь продолжаешь так тренироваться. Я говорю, а как я не продолжу? С чего я не продолжу? Во-первых, если по вашему пониманию, что якобы они-то все думают, что я уже с кем-то подписал или еще что-то. Если по вашему мнению вы думаете, что я ухожу. Во-первых, я профессионал. Я здесь буду, вот сколько я время буду здесь, буду каждую секунду убиваться и сражаться. Это раз. Во-вторых, если я даже и ухожу, по вашему мнению, то я что, должен идти туда разобранный, с пузентером вообще мертвый? Куда я здесь ухожу? Я должен там прийти и уже доказывать с первого дня. Я должен готов быть физически и ментально для себя. Для себя прежде всего. Для меня это шок, когда люди думают, что вот я куда-то перехожу, ну все, я сейчас 6 месяцев посижу, якорь брошу, а потом вот приду и скажу, а вот и я сейчас. То есть такого не бывает. Ты или готов, или не готов. Ты не можешь прийти разобранным и сказать, дайте мне сейчас 2 месяца, я сейчас соберусь. Такого не бывает. То есть тогда уже для меня было много звоночков. А потом выйдет игра, тайм играет один состав, тайм играет другой. Я выхожу во втором тайме, через 10 минут меня меняют. Ну и все. И ты сразу все понял? Ну я понял еще, когда проходило руководство во главе с Леонием Дарночевым и со всеми поздоровались. Здрасьте, здрасьте, здрасьте. То есть слава богу я еще руку не дал, то есть они мимо меня прошли, я бы еще стоял с рукой протянутой. То есть я иду, раз, 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 и мимо меня проходит. Я думаю, что неприятно, ну ладно, пусть, хорошо. И потом идет игра, меня через 10 минут тут же меняют, хотя я очень хорошо начал играть. Все получалось, сохранил, раз, раз. То есть ты чувствуешь, когда получается игра, у тебя раз, не с тобой все меняют. Раз же оно, она не за меня меняет, мы так с ним хорошо дружим. Я говорю, а что такое? Он говорит, я вообще не планировался менять, меняй этого, Дзюбу. Вообще, ни с того, ни с сего. То есть я так понимаю, что это была дана команда менять Дзюбу. Я все прекрасно понял. Я тут же позвонил, сказал все. Зинит? Да. Я сразу сказал, да. Все. Вообще, да. Мне начали говорить, да, подожди, можете сейчас подумать. Я говорю, да. После вот этого, это была последняя капля для моего унижения, когда они не пожали мне руки при всех. А когда меня еще поменяли, они еще там стояли, там, на интернете, и люди ухмылялись, так, улыбались, смеялись. В ответ улыбнулся, я говорю, ну ладно, посмотрим. После этого вот какая-то такая уже прям ненависть во мне вот этот огонь, то есть он до обиды. Я вот сказал, что с тех пор, я говорю, матчи с Спартаком для меня будут особенные. Именно, нету какой-то, то есть глубочейшая ошибка, я ненавижу Спартак. Я очень, вообще, я люблю Спартак, в принципе. Это мой родной дом, который дал для меня определенное. Я никогда, нигде не скрывал, что я воспитанник Спартака. И я этим горжусь. И всегда этим гордился. И на протяжении всего вот этого времени я выиграл по юношам, по детям все, вообще. Все, что можно было. Наша школа, мы признались в 8-м год лучшим выпуском в истории школы. А меня признали лучшим игроком этой команды. То есть для меня это была честь. Всегда останется. Но то, что так поступили, не со мной последним и не со мной первым так повели себя. Вот и все. Я думаю, что со временем наконец-таки они перестанут и будут относиться к своим. В этом плане я очень уважаю ЦСКА. Отношение к тем же Кейтфееву, Березузским. То есть это люди, которые много раз, я много знаю историй, когда их просто не давали в обиду. Ни Бабаев, ни Гиннер. И людям, которые пытались как-то на них наехать, сразу объясняли. Ребята, эти люди здесь столько-то лет. Не смейте. Не дай Бог, я узнаю или услышу, что вы там. То есть это для меня уровень. Это показывает, как ты уважаешь своих воспитанников, своих людей, которые костяк. Тот же Акинфеев. То есть это такое уважение. То есть ЦСКА я не могу поверить, что любой тренер просто придет и сказать как-то клоунов отсюда. Мы сказали, слышь, дружок, ты вообще понимаешь, куда ты пришел? Какие традиции? То есть для меня это круто. То есть вот это я всегда уважал, этот ЦСКА. И поэтому они выигрывали практически все. Долгое время это был костяк. Это была такая аура, не бывает такого, что здесь там это, это. То есть в этом круто. И то, что это произошло, я как-то отпустил. Когда я поздоровался, какие-то теплые слова сказал, я так же там что-то отшутился. Ну, по-моему, сказал просто там, в нашем сильно не забивай, что-то посмеялся. Да? Я говорю, в товарищеских играх я не напрягаюсь, что такое. Ну, типа не сегодня. Ну, так в шутку. То есть это было, не было такого, что он меня боялся. Просто в шутку.